Всем здравствуйте, меня зовут Дмитрий, а это мой коллега Антон. Привет. Давайте сначала познакомимся. Спасибо, мы еще ничего не сделали, уже аплодисменты очень приятно. Антон еще ничего не спел, уже хлопают как-то непривычно. Давайте так, девелоперы есть в зале, руки поднимите. Вау, круто, отлично. Менеджеры проектов, PM-ы, уже меньше, но тем не менее, QA, Quality Control, тестировщики. Ага, отлично. Ну, все-таки у нас сегодня будет доклад про технический долг. Мы будем очень много говорить на примере нашего реального проекта, который достался нам в наследство из одной из южных стран. Название мы говорить не будем, мы политкорректные, но она ограничена с Пакистаном. Там живет много людей, это не Китай. Население примерно полтора миллиона, вот. Мы забыли название. Практически. Ну вот, кто мы такие? Мы долгое время работали в компании Intel. Сейчас, где-то примерно год назад ушли, открыли свою компанию, которая называется Smart Step Group. Базируемся мы в городе Нижний Новгород, и мы занимаемся тренингами по инженерным практикам, а также мы, практикующие девелоперы, делаем проекты на заказ и свои проекты. Еще раз, это Антон, это Дмитрий, для тех, кто пришел. Мы рады вас видеть. Давайте так вот поговорим, поделимся немножко опытом. Коль у нас квартирник. Кто сейчас работает на поддержке Legacy проектов? Отлично. А у кого есть такая возможность писать код с нуля? Чистый? Круто. А не все руки подняли, остальные? Вот. Понимаете, в интерпрайзе, вы, наверное, со мной согласитесь, такая большая проблема есть или не проблема, а просто факт. Ну, вот это роскошь писать проект с нуля. Как правило, достается в наследство какой-то тяжелый проект с огромной кодовой базой, с известными уже багами, и, в общем-то, нужно с ним что-то делать. Менеджмент давит по срокам, по фичам, надо их делать, а тут у тебя объем технического долга, на рефакторинг времени не дают абсолютно, и ты такой, блин, что же делать? Ну, вот, если бы мы имели... Да, давайте такой еще вопрос. А вот вам самим лично нравится писать новый проект, который вы с нуля начинаете, или поддерживать Legacy? Кому нравится новый проект с нуля писать? Все, две трети подняли. Ну, и действительно, да, когда проект новый с нуля... На одном из тренингов нашелся один человек, которому нравится поддерживать Legacy-систему. Давайте, давайте. А кому нравится поддерживать Legacy-систему? Ну, тут их человек 10. Да, есть такие люди. Молодцы. Вот смотрите, когда проект новый, он такой вот чистый, свежий, румяный, вымытый, как этот ребенок, да? Нет никаких косяков, нет никаких багов. Вообще проект шикарный. Нет никакого проседания по перформансу. Есть одна беда, только он ничего не делает. Но это ладно. И вот проект со временем развивается, развивается. Вы добавляете новые фичи, нанимаете новых людей, переживаете период роста. И постепенно, так незаметно, появляется первый такой костылек в проекте. Ну, маленький такой. Кто-то там вечером в пятницу что-то не дописал. Или менеджер по срокам продавил. Ну, в общем, этот вот костылек, он проникает в продакшн. Вот. Постепенно он обрастает своими друзьями, коллегами, такими уже полновесными костылями, да? Ну, и очень скоро, незаметно, в течение нескольких месяцев весь проект становится такой, это самое, подпорками, какими-то костылями, да? Он где-то даже тут табуретка есть. Целая выставка костылей. Да, костыли, которые подпирают костыли, все верно. И вы уже такие думаете, блин, а ведь все же начиналось круто, мы же вроде и архитектуру продумали, все было классно, почему же такое случилось? А менеджмент по-прежнему давит со сроком, давайте нам новые фичи, времени на рефакторинг не дает. И вот постепенно такое начинается синдром разбитого окна, да, знаете, американские ученые установили, если в доме хотя бы одно есть разбитое окно, то очень скоро в доме будут все разбитые окна. Ну, потому что даже новый девелопер приходит к вам в команду, видит все это вот обилие костылей, и он не со зла, понимая, ну, наверное, так принято, ну, наверное, здесь так делают. Да, здесь такие код-стандарты, видимо. Да, и он, в общем-то, добавляет свой костыль. И ситуация усугубляется тем, что весь проект становится как вот такая макаронина, вся запутанная, как вот этот кусок проводов, появляются такие божественные классы со множеством ответственностей, ну, тестов, естественно, нет, потому что по срокам нас давят, надо все делать быстрее и быстрее, да, и вы понимаете, что проблемы бизнеса, они никуда не уходят. А вот вам с этим всем жить и поддерживать. И мы так плавно подходим к этой теме технического долга, да, то есть он со временем растет, 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 и что же с этим делать? И вот перед тем, как мы посмотрим, что с ним делать, ответьте еще на такой вопрос. А вот какие самые страшные последствия может этот технический долг накапливающийся вам нести? Ну, что самого страшного может с вами случиться? Казалось бы, ну, долг и долг. Инфаркт. Так, растут затраты на поддержание кода, тут был инфаркт, еще что? Людям надоест, и они уйдут, хорошо? Да, растет стоимость добавления новых фич в проекте, и скорость, ну, темп замедляется, отлично. Хрупкость, да, действительно. Хрупкость. Починил одно, отвалился винт. Люди начинают, как этот, боязненно туда соваться, что нет, только не я. Как вот, знаете, когда учитель вызывает ученика к доске, просматривает журнал, и все начинают глаза вот так смотреть, и вроде как бы они что-то делают. И вот когда кого-то отправили чинить бак, вот у лего-системы все такие, слава богу, не меня, все. У нас была ситуация, когда, в общем, большой объем технического долга, который вот к нам пришел, чуть не стоил нам работы. Ну, то есть мы были буквально на грани. Произошло это так. Вот тот самый проект, который достался нам от наших темнокожих друзей, там была очень такая типичная архитектура, ну, для этого класса, в общем, девелоперов. То есть половина логики была очень тонким слоем размазана по хранимым процедурам, ну, потому что они умеют писать хорошо хранимые процедуры, и поэтому логику все держат там. А половина была размазана таким же ровным слоем по формам, в код-бехайнде. Там .NET проект был, но это не важно. То есть половина в презентационном слое, половина в базе данных. Между ними есть сервис, который тоненький-тоненький и ничего не делает, просто пробрасывает вызов зад-вперед. И система была про публикацию контрактов. То есть речь шла о чем? Ну, Intel взаимодействует с внешними какими-то компаниями, с Dell, с Samsung. Вот, они заключают совместный контракт. Эти контракты публикуются на вот этот, в общем, внешний сайт, где его вот все у этих компаний могут смотреть, там, ну, как бы опрувить, электронно подписывать или, наоборот, не подписывать. Вот, и система посылает e-mail, подтверждающие, там, каждое действие, публикацию контракта, там, подтверждение контракта и так далее. И вот как-то сидим, мы, значит, зарелизили новую версию. Все вроде хорошо, спокойно, хороший солнечный день. Сидим после обеда, попиваем чай, ничего не предвещает беды. Да, чай с плюшками, все хорошо. Вдруг в комнату прибегает project manager, необычно розового цвета, с необычно выпученными глазами, и говорит, ребята, у нас там беда, значит, случилась фигня, и мы почему-то послали 600 e-mail'ов нашим внешним пользователям. А внешний пользователь, напоминаю, это SEO-кастомеры, ну, то есть это SEO, там, Samsung, Lenovo, Dell и так далее, HP. И мы им, мы их, короче, так, качественно заспамили e-mail'ами. Типа бу-бу-бу. Понимаете? Причем мы e-mail'ы вообще не трогали в системе. Вот просто, ну, никто бы даже не мог подумать, что мы там можем какие-то e-mail'ы послать. Мы ковырялись где-то рядом и случайно зацепили вот там какую-то вот бомбу, которая лежала, значит, на дне, и она взорвалась у нас на продакшене. Да, мы тоже потом отслеживали, почему мы этого не поняли, на при-продакшене и так далее, но было уже поздно. И нам сказали, ребят, вот еще один подобный инцидент, и все, на этом проект можно закрывать, команде, ну, команде уже доверия не будет и так далее. То есть вот такая вот вещь, как legacy код, как большая связанность кода, как отсутствие тестов, нам, ну, в общем, почти стоило работать в этом случае. Ну и какой выход-то, да? Вот огромная база, с ней надо что-то делать, да? И очень часто вот мы слышим такую вот версию, что, блин, код запутанный, код невозможно поддерживать, код демотивирует людей, люди от нас уходят, первоначальных разработчиков уже давно нет, и в помине в нашей компании, и вот надо как это, да, просто взять и все переписать с нуля. И у нас будет такой вот чистый проект, новый, абсолютно такой вот улыбающийся, умытый, в нем не будет багов, в нем все будет круто, да, но потом вы понимаете, что постепенно добавляется маленький костылек. Диман, стой, мы уже как-то один раз зациклились. А, я старый раз зацикли говорил. Ага, брик. А, ну, костыли, потом разбиты окна. В общем, вы поняли, что будет ближайшие пять слайдов дальше. И, казалось бы, мы обречены, выхода нет, что же сделать? Перематывать. Ну, так вот, давайте все-таки разберемся с терминами, да, что же такое технический долг, почему он вообще называется долг, и при чем здесь банковские карты на этом слайде. Можете мне рассказать, кто-нибудь знает, что это такое? Что это такое технический долг? Примеры, может, приведете? Да, давайте прям. Очень хорошо. В пятницу вечером приходит менеджер, говорит, нужно срочно запилить фичу, потому что мы сегодня выкладываем, да? Отлично. При этом, что происходит? Девелопер вообще никак не парится о качестве кода, просто надо быстро-быстро что-то налабать, лишь бы оно работало. Проверил там на своем лаптопчике, все работает, зафигачили. Фигак-фигак в продакшн, да? Такой процесс называется. Хорошо. Еще примеры. Демо-версии продуктов, да? Или прототипы какие-то? Прототип пошел в продакшн. Очень часто девелоперы покупаются на такую уловку, когда им говорят, там, project-менеджеры. Ребята, давайте вот сейчас быстро выпустим первую версию, а потом мы вам дадим версию, ой, мы вам дадим время, там, два месяца, вы будете этот код рефакторить, взад-вперед, как хотите. Вот, кто-нибудь может привести пример, когда реально вот это обещание выполнялось? Не, ну, парни, у меня 4 апреля выставка, давайте сейчас быстро запилим, реальную ситуацию расскажем. Быстро запилим, потом полтора месяца дам, будете рефакторить, во, вообще просто все вылежете. Никогда такого не будет, не верьте, это обман. Это примерно как смс, вот приходят на бесплатный номер отправить, вот примерно из тех же обещаний. Проблема с техническим долгом, что это, ну, так же как в банке, а точнее, когда вы берете деньги в банке, или еще хуже сказать, когда вы берете деньги у бандитов в долг. То есть деньги-то вы возьмете и потратите их сейчас, то есть вы скорость вашу увеличите прямо сейчас, да, но потом эти деньги придется отдавать, причем с очень большими процентами. А если вы их не отдадите, эти проценты, то у вас заберут ваш лаптоп, айфон и почку, может быть. Ну вот, с техническим долгом проблема в том, что вот эти проценты, они там невероятно большие, то есть они даже не сравнимы там с банковскими процентами. Если вы вот делаете проект, например, два месяца быстро-быстро в режиме там давай-давай, быстрее-быстрее, то потом, чтобы вот исправить этот накопившийся технический долг, два месяца вам не хватит. За два месяца можно такого наколбасить, что потом вы будете полгода разбираться. И вот именно поэтому эти проценты большие, и поэтому следует технического долга избегать. Но вопрос, а можно ли вообще жить без технического долга? Бывает ли такое, что вот его нет и все? Да, где фича, где результаты. Все верно. Все верно. Все верно. Если будете постоянно код вылизывать, правильно? То есть технический долг – это на самом деле просто неотъемлемая часть процесса разработки. Это примерно, когда вы готовите на кухне, там, какой-то готовитесь к большому празднику, у вас на кухне периодически не всегда идеальный порядок, да? Вы что-то там запачкали, вы там что-то развалили, рассыпали, но когда блюдо готово, когда вы закончили приготовление, то вы все это убираете, вы не ждете три дня или неделю, да, чтобы у вас там присохли макароны к дуршлагу, потому что вы знаете, что их потом придется отмывать там очень долго, да? Не всегда это даже возможно, проще выкинуть и переписать заново. Ну, в смысле, купить новый дуршлаг. Купить новый дуршлаг, да. Вот. То есть вы наводите некоторый беспорядок, а потом его сокращаете, да? Потом его убираете. То есть это технический долг – это всегда неотъемлемая часть процесса. И даже мало того, даже если вы используете лучшие инженерные практики, которые доступны на сегодня, если вы делаете парное программирование, test-driven development, там, рефакторинг является постоянной частью вашего процесса, даже в этом случае вы не застрахованы от того, что технический долг у вас все равно появится. Потому что вот смотрите, возьмем test-driven development, да? Знаете, что это такое? Там мантра red, green, рефактор, да? Сначала пишем красный тест, потом пишем зеленый тест. В перерыве между красным и зеленым мы что делаем? Пишем код, причем совершенно неважно, какого он качества. Наша цель – сделать тест зеленым. И в этот момент, в этот короткий момент мы увеличиваем технический долг. Правда, потом идет следующий шаг – рефакторинг, когда мы сокращаем этот технический долг. Но все равно вот этот объем технического долга, он не постоянен у нас в системе. Он то увеличивается, то уменьшается. Вот как на этом слайде. Это слайд из статьи Хенрика Книберга про технический долг. Он у вас все время вот так вот, такими волнами идет, коротенькими циклами. Растет, потом уменьшается. Растет, потом уменьшается. И тем не менее, даже если вы все время рефакторите, все равно он имеет тенденцию накапливаться у вас в системе. И вот так в среднем он растет, 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 постепенно ползет вверх. Растет он вверх до какой-то верхней границы, красной. Когда вы понимаете, что дальше так жить нельзя, нет сил этого терпеть, и давайте, ребята, что-то с этим делать. Мы уже слишком замедляемся, там система становится очень хрупкой. Давайте инвестировать в качество. И вы садитесь, договариваетесь с вашими менеджерами, с заказчиками как-то. Уменьшаете этот технический долг. Уменьшаете его, но не до нуля, опять-таки, а до некоторого порогового значения, такого вот зеленого, нижнего, которое вас устраивает. Почему? Мы уже говорили, да, что уменьшать его до нуля смысла нет. Вы будете бесконечно вылизывать ваш код, тратить на это кучу времени, а эффекта уже такого вы не принесете в систему, выигрыша никого не будет. И в этот момент уже пора остановиться и начать дальше девелопить. И, соответственно, когда вы девелопите бизнес-функционал, у вас начинает опять расти технический долг. И вот такими вот волнами он у вас все время живет. И ваша задача знать вот эти две границы, верхнюю и нижнюю, и держать его контролируемым в этом вот интервале. Вот все очень просто. Ну, Антон тут классно рассказал, вкратце статью Хенрика Книберга, мы потом ссылку дадим в конце, и возникает вполне логичный вопрос. Ну, блин, круто, а вот мне в моем проекте как узнать, где вот у меня зеленая линия проходит, а где у меня красная? Ну, так-то прикольно, да? То есть возникает логичный вопрос такой, а вот как померить в моей сейчас, в моем проекте текущем, а сколько мы должны-то вот этого технического долга отдать? И тут есть несколько способов, которые мы опробовали на наших реальных проектах. Первый способ мы услышали на одной из конференций от наших южных коллег, да, из страны, с населением полтора миллиона. Вот. Они, в общем, очень люди толковые и талантливые, вот если бы их энергию еще в правильное русло направить. В общем, они презентовали свою систему по управлению техническим долгом, которая была чрезвычайно сложна, строила всевозможные графики, там были лампочки, дашборды, она показывала уровень изменения технического долга в реал-тайм, что называется, в режиме реального времени. Огромное количество усилий тратилось на поддержание этой системы. Когда человеку прилетал какой-то запрос на код-ревью, он должен был посмотреть, там, оценить уровень технического долга, завести какой-то таск в эту, значит, систему, поставить там дату, severity какую-то. И, в общем, они там ранжировались как-то автоматически. В общем, те элементы, которые в системе проводили наибольшее время, они с течением времени поднимались повыше, да, чтобы привлечь к ним внимание. И поскольку это как программный продукт был тот же, да, он был не лишен багов. Там тоже огромное количество человек-почасов тратилось на то, чтобы это багфиксом заниматься. Ну, и она была вот чрезвычайно сложна, да. И мы поначалу такие, вот, в принципе, вроде решение, которое нам может подойти. Но мы, как вот любители простоты с Антоном подумали, блин, должно быть что-то проще. Вот первый способ такой трудозатратный. Может быть есть что-то попроще? Вот. И вопрос к вам. А кто вот больше всего с кодом-то работает, кто больше всего знает в текущий момент времени, что там происходит? Кто вот эти люди такие магические? Разработчики, правильно. Это те люди, которые каждый день открывают солюшен, роются в этих классах, в тестах и видят, что же на самом деле происходит с кодом, да. Поэтому мы придумали еще один способ. Он гораздо более простой, чем эта вот система со всякими тумблерами или переключателями, как панель в самолете. Вот. Девелопер ответит. Что мы сделали? Буквально за какие-то 15 минут значит мы всю систему нашу условно разделили на компоненты. Да, компоненты отправки e-mail, компоненты авторизации, компоненты публикации контрактов и так далее. И дальше быстренько каждый девелопер проставил циферку от единицы до пяти. Единица означало, что код там прекрасен, я все понимаю, мне нравится работать с этой частью. Там технического долго нет. А пятерка означало, что код ужасен, ни за что, никогда я туда не полезу править баги. И в общем-то за какие-то 10-15 минут нам удалось выявить победителя, название самый ужасный код. И мы поняли, да. Может быть, да, ни с цифрой, ни с точностью до трех знаков после запятой, но это было достаточным, чтобы принять решение, над каким компонентом, что мы рефакторим в следующий раз, над каким компонентом мы работаем. То есть, вместо того, чтобы строить какую-то очень сложную систему, которая отнимала, я думаю, тысячи человекочасов на ее создание, на поддержание, и потом на управление всем этим хозяйством, потому что вы должны контролировать, чтобы люди тут все заносили, чтобы оно там все правильно ранжировалось, чтобы оно периодически просматривалось, чтобы оно уменьшалось и так далее. Вот вместо этого мы просто сделали, ну, простую вещь, собрали девелоперов вместе и сказали, ребят, давайте вот прямо сейчас оценим уровень технического долга вот в этом там модуле, да, там в e-mail'ах, вот просто пальцами покажите, как вы считаете, единица – это код прекрасен, пятерка – это значит код ужасен, да, все. Это заняло буквально одну минуту, это очень быстро, ну, там немножко поспорили, немножко похоливарили, да, как обычно, как мы любим. Но результат мы получили, пусть он, да, вот был не идеально точный, но он был достаточный для того, чтобы принять решение и для того, чтобы дальше уже от этого плясать. То есть мы поняли, на чем нам надо сфокусироваться, потому что, ну, всю систему сразу изменить невозможно, это займет, там, годы работы, правильно? Нужно выбрать что-то одно, сфокусироваться на главном, вот, и дальше, ну, постепенно уменьшать этот технический долг. То есть мы для себя, ну, выбрали два важных момента. Первый – это постепенно изменения, мы не хотели переписывать систему заново, потому что, ну, когда ты выкидываешь старый код, ты выкидываешь тот код, который работает. У старого кода есть одна ценность – он работает. И любые костылечки, которые в нем есть, эти костылечки там, на самом деле, каждый костылечек стоит несколько часов, дней, а иногда и недель непрерывного дебага. Он там не просто так. Он нужен, чтобы пофиксить, чтобы закрыть какую-то багу, которая возникла у какого-то пользователя, когда-то на какой-то машине, в каком-то окружении определенном. Никто не хочет писать костыли, правильно? Но их приходится писать, потому что есть баги. И когда мы выкидываем старый код, мы это знание тоже уничтожаем. И это наивно думать, что вот сейчас мы перепишем все с нуля, и все будет круто работать. Это не так. Ну и вот, мы определились с тем, что у нас технический долг есть, посмотрели, как его померить. Возникает логичный вопрос, как отдавать будем, чем отдавать будем. Ну и мы собрались так на рефлекшн, подумали все вместе, всей командой, такие, ну давайте, давайте это самое, как отдавать будем. Что первое приходит в голову? Ну вот окей, мы определились там, емейлы надо. рефакторить. Что дальше делаем? А где время на это взять? Где время на тесты, где время на рефакторинг? Что? Костыли найти. Костыли найти. Требования зафиксировать. Так, отлично. Вот мы так и сделали, кстати. Мы составили перечень, ну как бы технических таких шагов, технических историй, мы их называли, которые надо сделать. Да? Да, так и было. Список получился довольно приличный, надо вам сказать. Если просто его вот просуммировать, там работы получалось у нас что-то типа месяца на три. Ну вы понимаете, да, что мы не могли сказать нашим аналитикам, продукт-оунерам, что вот у нас на три месяца, закройте нас, не трогайте, но потом вообще все будет классно. Потому что там ему уже стучались в дверь кастомеры, говорили, давайте, давайте, где наши фичи, давайте быстрее, 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 что вы там занимаетесь, каким-то рефакторингом. А рефакторинг вообще для бизнеса такая вещь опасна, он вообще ценности в ней зачастую не видит, потому что вы что-то переписываете, мало того, что вы что-то еще переписали, там будут баги какие-то, так вы еще мне это самое, ценности не добавляете. Да, и мы такие это самое, ну давайте что, технический релиз замутим. Нормально, выберем какую-то часть истории, запустим их в технический релиз и попробуем продать нашему заказчику. Ну вроде нормальное решение. Но как-то вот так получалось, что он все как-то откладывался, 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 и вот в общем-то мы-то люди такие сознательные, мы за систему болели, видели, что каждый раз там качество-то у него не возрастает, а наоборот зачастую не то, что остается на месте, а убывает. И мы такие, блин, ну как-то вот с этими техническими релизами не получается. Ну а для продакт-онера он просто не может сравнивать величины в разных единицах измерения. Вот у него фича, он видит прекрасно, у него вот кастомер, который за нее платит, и вот он знает, что она стоит столько-то. А вот с другой стороны, у него что-то непонятное, какой-то там технический релиз, что-то. А что будет по поводу технического релиза? Новое что-то будет? Да нет, ничего не будет. Ну собственно и нафига, оно же работает, нафига вы туда полезете? Еще какие-то баги новые вылезут. И мы опять так смотрели, через пару недель, что-то не получилось у нас технический релиз продать, ну давайте придумываем что-нибудь еще. А давайте сделаем технические истории. Ну круто же, технические истории, не получилось. Целый технический релиз продать, будем по чуть-чуть продавать. Маленький кусочек возьмем, продадим. И разбили этот технический релиз на истории, включили в бэклок, и так думаю, Ну, круто, сейчас придем планироваться, и все будет здорово. Запланируем, возьмем, сделаем. И вот после первого планирования так получилось, что вот все технические истории как-то вот ниже ZBB вот попали. Ну, то есть вот мы вроде бы успеваем, но вот эти вот не можем взять. Ну, чуть-чуть нам не хватает нашей размера команды. И мы такие вроде наивные думаем с Антоном. Ну, наверное, надо вот в следующем спринте получше работать, да, побольше мы закоммитимся. Просто не повезло. Ну да, наверное, как бы так самое. Луна не в той фазе была, что-то там не срослось, не получилось у нас. Приходим на следующее планирование, там, бац, опять такая же ситуация. Вот чуть-чуть бы еще, вот, прям реально капельку, и все бы. Немножко бы еще story point подкинуть, и она бы вот взлетела. И нет опять. И мы такие, блин, ну, что-то не то. Как-то почему-то оно не работает. Потом мы, когда поставили себя на место нашего заказчика, да, нашего продуктовнера, мы, в общем-то, поняли, в чем дело. То есть, смотрите, у него есть заказчик живой, настоящий, который просит у него какие-то фичи. И он точно понимает, зачем эти фичи ему нужны. Он понимает, что они там ему приносят столько-то денег, например, каждая фича, да, или там, не знаю, она закроет ему какие-то проблемы в саппорте, или она принесет ему прибыль, ну и так далее. В общем, он понимает ценность этого требования. С техническими историями, с другой стороны, для продуктовнера ценность совсем непонятная. То есть, мы ему говорим, ну, если мы, значит, сделаем это и это, то в будущем разработка истории в этой области будет занимать на 50% меньше времени. Например, он так чешет репу и думает, ну, фиг его знает, будут ли у меня еще там требования в этой области, и насколько они будут сложные, и может 50% это не очень много, а может они еще и врут про 50%, черт бы его знает, да. Или мы ему говорим, если мы сделаем эту историю, то у нас будет меньше багов. Он тоже думает, насколько меньше, как они это померили. Ну, то есть, он сравнивает величины, которые он понимает, бизнес-ценность, и величины, которые он не понимает, техническая ценность, качество. Хотя их можно связать друг с дружкой, но при этом бизнес-ценность у технических историй, она такая получается всегда косвенная. Она либо отложенная какая-то, либо размазанная по времени, либо, в общем, она, как правило, в будущем. Мы инвестируем в качество, чтобы ускорить наш процесс в будущем. А это, ну, это довольно трудно сравнивать то, что у тебя есть сейчас, и то, что у тебя будет в будущем. И поэтому такие вещи не сравниваются у него в голове, и поэтому приоритет технических историй всегда ниже, чем у бизнес-историй. И мы чувствуем себя некомфортно, они все опускаются, опускаются, отдавать технический долг надо. Но даже если… Сейчас еще минуточку. Даже если мы эти истории включали в бэклог, ну, такое тоже бывало, ну, удавалось там продавить как-то, то очень часто возникала другая ситуация, да, на следующем слайде у нас. Да. Подгадайте задачку. 12, 127, ну, в нашем случае 14. То есть смотрите, что получается. Мы продавили техническую историю, мы круто, молодцы, сейчас уменьшим технический долг. Заказчик, помимо того, что получает меньше бизнес-фич, так он еще какие-то, блин, баги новые получает по окончании нашего рефакторинга. То есть какое-то… У него такое подозрение в голову закладывается, блин, а где меня, собственно, обмануть-то пытаются. Что такое? Да, вот, времени на рефакторинг. Что-то сделали, сказали, что что-то улучшили. Так, блин, какие-то баги вылезли. И это опять же, после вот такой истории, в общем-то, еще сложнее стало продавать технические истории. И мы и так поняли, что технические истории, ну, просто не продаются. Вот в нашем случае они не продаются. И опять собрались на наш очередной рефлекшн уже в третий раз, стали думать, блин, ну вот попробовали самые очевидные варианты, давайте залезем в книги, посмотрим, что там специалисты-то советуют, как с техническим долгом бороться. Вот, и в свежей книге, там, Кента Бека, да, 90-х годов, там, значит, советуется такая методика, да, значит, 20%. Ну, просто вы стимейт 20% закладываете, да, и вот эти 20% используете на рефакторинг. Ну, вроде бы все круто, да, 20%, хотя, с другой стороны, а почему 20%, кто сказал, что 20%, кто это мерил? Ну, непонятно. Ну, вроде в книге умные написано, книга свежая, надо, значит, попробовать. Ну, попробовали, да. Ну, и получается, смотрите, какая ситуация. То есть заказчик как бы идет к вам, да, платит за целую фичу, да, а вы ему такие, бац, и что-то там его как-то на рынке пытаетесь как на рынке обвесить, да, то есть он платит за целый арбуз, а вы ему раз так это, чуть-чуть поменьше. И вот, причем самое-то интересное, в каких-то фичах это там 20% достаточно, а в каких-то вот кусках, например, e-mail была очень тяжелая логика отправки e-mail, там порядка 16 штук было, там с разными всякими сабжектами, cc, bcc, там, в общем, черт ногу сломит, никаких тестов не было, там и все, 100% надо было времени на рефакторинг потратить. То есть получается, не гибкая оценка, да, 20%, а почему 20%? Потом, как мы отслеживали вот эти вот задачи? Ну, вы знаете, вот команда собирается, значит, мы берем какую-то историю, бьем ее на маленькие таски, да, и вот там надо сделать там в UI какие-то изменения, надо сделать бизнес-логики какие-то изменения, там в базе что-то прообретить, там, сям, тут алгоритм поменять, тут, значит, что-то еще сделать, а в конце таска называется рефакторинг, последнее. Ну, если каждая там, не знаю, по 2 часа, и у нас этих тасок там 5 или 6, значит, рефакторинг тоже там 2 часа примерно или 3. Вот, кто так делает? Есть такие люди, нет? Вот, ну, есть парочка. В общем, к чему это приводило? Вот, мы что-то делаем, там, не знаю, бизнес-логики у меняем, меняем, и мы знаем, что у нас потом будет рефакторинг. Значит, можно сейчас особо не заморачиваться, просто сделали и перевесили ее в готово. Потом вторую также, третью, и получается, мы оттягиваем все равно этот рефакторинг на конец, а в конце все уже готово и работает, и факторинг уже как-то, ну, неприятно, что ли. Я не понял, если это был вопрос из зала, можно повторить, пожалуйста. Я думал, это вопрос из зала, но ладно, окей. Может быть, это был вопрос из зала? Ну, мы пойдем дальше, да? Получается, вот такая. И чем это еще плохо-то, понимаете? Вы отложили рефакторинг на конец, и большой соблазн его не делать при этом. Потом мы прочитали в еще одной книжке, не менее современной, тоже где-то конца. Девят уже более современной. Это называется рефакторинг. И там Мартин Фаулер написал, что, ребят, рефакторинг – это непрерывный процесс, оказывается. Читали книгу Мартина Фаулера про рефакторинг? Да, уже больше рук. Очень хорошая книга. Это первый процесс, это должно быть, ну, просто вот, вы должны его делать все время. Каждый раз, когда вы пишете код, вы, ну, должны переключаться то в режим создания кода, то в режим рефакторинга кода. Не надо его откладывать. И, ну, вот, Дима уже сказал, 20% – это, ну, наверное, это какая-то просто средняя величина, понимаете? В каких-то историях она должна быть там 10%, а в каких-то она должна быть 80%, ну, потому что там объем технического долга большой. Вот. И тогда, и тогда мы опять пришли на ретро, думаем, блин, ну, как-то вот получше стало, но вот все равно не то совсем. И что-то как-то вот по-хорошему не получается, в общем-то, пробить вот этот технические истории, сделать вот так, чтобы мы над ними легально работали. И тогда, значит, техлит с архитектором, такие крепкие мужчины собрались и думаем, ну, ладно, думают такие, ну, ладно, по-хорошему не получилось, а давайте мы просто вот возьмем и просто вот отожмем часть бэклога просто на технические истории. Вот просто возьмем, скажем, вот эта вот часть наша, и мы здесь будем хранить технические истории и делать в них. Вот. Ну, техлит и архитектор, видите, да? Ну, тех же 20%, только мы сказали так, ребят, вот у нас есть бэклог, но 20% из него мы отжали, и он принадлежит нам, архитектору. И он будет им распоряжаться, и он будет туда делать, ну, в нем делать, что хочет, да, включать туда любые технические истории. Ну, аннексировали часть бэклога, короче говоря. Это какое-то время работало. Ну, в течение времени наметилась, опять же, странная тенденция. А догадайтесь, вот вопрос на 5 баллов, а где вот эта часть бэклога находилась? Она вверху была или она внизу была? Правильно. А как вы догадались, интересно? И получалась странная ситуация. То есть, вот все, что было по бизнес-скопу в приоритете, у нас было наверху, им над ним работали. Но в случае, если вот времени не хватало, мы как бы вот чуть-чуть забирали вот из тех технических историй. И получалось, что мы вроде делаем, конечно, технический долг, да, убираем его, но вот времени тратим на него чуть меньше, чем запланировано. И начались какие-то вот странные торги. Ребята, давайте вот вы сейчас не 20% где-то, а чуть поменьше. Давайте 5%, а потом вот через 2 месяца будет, я вам дам побольше. Ну, вот и такие вот пошли торги, какие-то качели. Как в том анекдоте, знаете, про бухгалтерию и лесу. В бухгалтерии прибавилось, а ничего не изменилось. Потом в кулуарах расскажу. Ну и в общем-то мы смотрим, блин, способ, конечно, получше, чем был до этого, чем 20%, да, чем всякие технические релизы истории, но вроде все равно еще не то. Должно быть что-то еще. Ну и мы опять еще раз собрались, еще раз подумали и придумали другое решение, которое тоже, как нам показалось, должно было сработать. То есть вместо того, чтобы работать с бэклогом, мы начали работать со временем. То есть давайте зарезервируем часть времени просто и не будем его никому показывать. Вот у нас есть какое-то время, которое мы выделяем на погашение технического долга. Ну скажем, 4 часа в неделю. Ну скажем, в пятницу после обеда. И мы вот на это время ничего не планируем. Ну в смысле не планируем работу по основному проекту, а мы будем заниматься тем, чем хотим. Соответственно, наши заказчики об этом ничего не знают или догадываются, но в принципе не против, потому что они тоже понимают, что это нужно. И нам это нравится, нас устраивает, мы можем сами распоряжаться этим временем. И все, в общем-то, какое-то время было нормально. Все было хорошо и работало именно так, как оно задумалось. Но все-таки возникало несколько проблем. Ну, первая проблема – это все-таки открытость. Мы любим, когда есть полное доверие между заказчиком и командой. Здесь какая-то вот все-таки такая неудобная ситуация получалась, что мы что-то от них скрываем. Вот, это первая проблема. Вторая проблема с тем, что, ну вот, мы когда сами решаем, что делать, и не привязываем это никак к требованиям, которые хочет сделать бизнес, получается ситуация, когда вот, ну на одном из докладов рассказывали, мы строим корабль, да, и мы решаем отрефакторить там ручку на носу, рефакторим, и у нас отваливается винт. Вот, то есть бизнес, мы бизнесу говорим, знаете что, ребята, мы тут вот рефакторили что-то на носу, пожалуйста, протестируйте это заново, а у них отвалился винт. То есть проблема в чем? Бизнес ожидает, что мы копаемся в каком-то месте, которое они нам заказали, да, и, ну, например, они хотят там, не знаю, новый какой-то экран, новый отчет с новыми правами доступа, окей. И они согласны это тестировать, они согласны на это выделять время и проверять, что оно работает. А тут мы приходим, говорим, ребят, а мы тут еще затронули имейлы, и не могли бы вы протестировать еще имейлы вдобавок. А это значит, что надо вообще почти все приложение заново протестить, потому что имейлы там везде. И, кроме того, все напуганы вот тем вот случаем, и все знают, как это важно, и поэтому нужно тестировать тщательно. То есть нагрузка на тестировщиков, нагрузка на наших заказчиков по приемке этих историй, она сильно возрастала, да? Почему она возрастала? Отлично. Прекрасно. Вот. Я снова не понял вопрос. И такой продукт-оунер к нам такой подходит, это сам пальцем виска крутится, говорит, что, ребят, e-mail? И говорит, нет, не пойдет. А зачем вы их трогали? Ну, начинается такое. А что, нельзя было не рефакторить, что ли? А может, как-нибудь в другой раз, вот эти вот все стандартные вопросы, а потом вот время будет. Ну и, в общем-то, последний раз мы собрались на рефлекшн, думаем, все, в общем, надо что-то решать как-то с этим техническим долгом. И мы изобрели вот такую схему, которой пользуемся до сих пор, она называется «Вместе». Смотрите, в чем была основная проблема предыдущих способов. Была проблема негибкости, да, мы не знали, сколько времени надо потратить. Где-то надо было 5%, а где-то там все 100% потратить. Не было никакой открытости и прозрачности. То есть бизнес зачастую не знал, как в случае с субботниками, вообще чем мы занимаемся. Мы получали в нагрузку, вернее, бизнес получал необходимость проводить регрессионное тестирование всей системы. Мало того, что мы фичи что-то сделали, еще регресс всей системы сделать. И мы такие, а давайте мы будем вот вместе с бизнес-историями, которые мы делаем, отдавать часть технического долга. Как это происходило? На планировании, когда собиралась вся команда и обсуждалась тайная техническая история, мы вместе открыто проговаривали те моменты, вместе с бизнес-историями, да. Вот бизнес-история, добавить новый тип e-mail. Отлично, в этой бизнес-истории мы также еще рефакторим и отдаем технический долг по механизму формирования e-mail, поскольку он здесь трогается. Плюс получается огромный в качестве бонуса бесплатного вы получаете регрессионное тестирование. Но поскольку вы в этой фиче уже копались, бизнес все равно будет ее тестировать. Тестировщики будут на нее смотреть. И, соответственно, ваш рефакторинг автоматически будет протестирован. Ну и еще большой плюс был в том, что, в общем, мы для себя выработали правило никакого рефакторинга в тех областях, которые не трогаются. Вот если какая-то часть системы не развивается, ну и нехрен ее рефакторить. Вот она работает и работает. Да, вопрос? Я про винт не понял. Ну, значит, смотрите, когда мы, ну, во-первых, мы сами для себя решали, вот какой объем рефакторинга абсолютно необходим в каждой бизнес-истории. То есть, например, мы говорили, ну, по сути, договаривались на таких вот условиях с бизнесом, что, ребят, давайте так, вот мы знаем, что логика по авторизации у нас размазана везде, и нам нужно ее исправлять. Нам нужно, ну, постепенно ее выравнивать. Вот любая следующая история, связанная с ролями, будет стоить дорого. Вот сразу, она стоит дорого. Мы на нее потратим там не меньше, чем, не знаю, 10 дней, например. Вот. Это был, ну, один механизм. И они уже, зная это, принимали решение о приоритетах, ну, немножко по-другому. То есть, даже если это, как бы, казалось простым изменением, но мы настаивали на том, что оно потребует большого рефакторинга, мы, ну, понимаете, мы не прогибались. Это трудно, конечно, и непривычно, но это нужно делать, потому что, как девелоперы, мы ответственны за качество кода. Кроме нас, вот просто вообще никто за качеством кода не будет следить. И если мы не будем за него бороться, то оно будет ухудшаться. Вот мы должны бороться за качество кода, а бизнес должен бороться за то, чтобы как можно больше фич сделать. И вот во взаимодействии вот этих вот двух сил будет найден баланс, который будет правильным для каждого проекта. Вот. То есть, мы, ну, вот так вот договаривались и говорили, что эта история будет стоить, ну, дорого, не меньше, чем там вот столько-то часов или поинтов, какую бы систему вы не использовали. Это один момент. А второй момент – мы сами для себя на планировании решали, что из этого рефакторинга мы будем делать прямо сейчас, а что мы можем отложить на потом. И мы учились разбивать сложные рефакторинги на маленькие, в общем, на маленькие законченные шаги. Причем научились мы этому далеко не сразу. Я помню, как-то мы затеяли очень мощный рефакторинг, но это в другой, правда, системе было, там, финансовая, связанная с расчетом зарплаты. Вот. И там понадобилось сделать версионность у, ну, объекта, который назывался employee, то есть человек, которому платят зарплату. Нужно было сделать, чтобы у него данные версионировались. Ну, понимаете, да, историю изменений, чтобы хранить. И у нас там был очень умный девелопер такой в команде. Мы ему, вот тебе задача, как раз тебе по зубам, давай, вперед. И он сел, сидел на ней недели, наверное, две. Вот. За это время кот ушел, ну, он делал все в другой ветке, ясен пень. Кот ушел там немножечко в сторону. Он такой, давай мерзжить. Пока он мерзжил, ребята за день еще что-то начекинили. Он берет кот, у него опять там 200 ошибок компиляции, тесты не ходят. Он, твою мать, и давай все заново мерзжить. И вот это продолжалось бесконечно. Жень, ну ты что, сегодня-то закончишь свой мерзж? Да, да, у меня всего 150 ошибок компиляции осталось. Завтра приходим. Жень, ну как там? Ну, осталось еще там 170. Блин, да вчера же было 150. Ну, я кот взял свежий. Ёлы-палы. И вот, я не знаю, он месяц, наверное, с этим мучился, да? Ну, по-моему, около того. У меня была кличка Женя Вечная Завтра. Да, Женя готова будет в пятницу. Жень, когда будет готов? В пятницу точно будет готов. Приходит в пятницу. Ну, что, готова? Нет. А когда будет готова? Ну, в следующую пятницу точно будет готова. До выходных, да, действительно, чуть-чуть осталось, потом никто не делает. Ну, давайте мы итог подведем, потом перейдем к сессии вопросов. У нас будет для этого как раз. Да, всем вообще ветку заморозить просто и дать Жене поработать. А всем остальным. Мы для себя что поняли? Ребят, вот так делать нельзя. Вот просто не надо ввязываться в большой рефакторинг, не надо его делать в отдельной ветке. Надо уметь его дробить на маленькие шажочки, на маленькие кусочки. Об этом написаны там десятки книг, просто это надо, ну, это навык, его надо выработать, вот, и попробовать. Это действительно так, и оно работает. Да, это на самом деле сложно, мы про это еще поговорим. Сейчас, смотрите, вот мы что разобрали, да, как вообще технический долг мерить и что это такое. Технический долг, поняли мы с вами, что это вообще-то на самом деле такой рычаг скорости. Вы можете его на полную, да, нитро включить, но где-то через 2-3 месяца, как показывает наш опыт, вы просто загнетесь от обилия багов и, в общем-то, не сможете, как белка в колесе будете, да, постоянно чинить баги и не сможете добавлять новый какой-то функционал. Поэтому технический долг – это такое осознанное управление скоростью проектом. Им иногда можно и нужно пользоваться этим рычагом, но с умом. И посмотрели с вами, да, несколько способов, как его померить. Есть способ сложный, с изобретением своих велосипедов. Есть способ более простой, спросить девелоперов и померить. Не точно, но достаточно для принятия решения. Ну и, наконец, вот способы, какие мы попробовали. И вот последний вместе с бизнес-историями у нас работает до сих пор. И мы им пользуемся уже несколько лет, пока он сбоев не давал в наших проектах. В завершение еще хочется пригнавать вам ряд хороших книг, практических. Сегодня у нас больше такая процессная лекция была, да, но поскольку мы больше еще и инженеры сами с Антоном девелоперы, вот первая книга Майкла Физерса «Эффективная работа с унаследованным кодом», она по-русски переводится, рекомендуется почитать. Она такая, как справочник. Очень четко сформулирована, если у меня статический класс с невыделенными зависимостями, то мне, чтобы написать на него тест, надо раз, два, три. И буквально по шагам, все там примерно на C++ даны, по шагам, как это надо сделать. Значит, вторая книга, вот рефакторинг с применением шаблонов, ну, в общем-то, все они, сфотографируйте, просто возьмите себе, все они там в топ-3 книг Антона входят, и моих тоже, в общем, соответственно, прочитать, изучить. И вот книга «Клинкот», да, Боба Мартина, такого седого дяденьки. Это тоже свежая книга, где-то из 90-х, но на самом деле она нисколечко не устарела. Там написано о том, как писать хороший код. И наверху ссылка приведена на статью Хенрика Книберга, она уже свежая, 2013 года, про технический долг, в общем-то, про вот этот график, который Антон показывал, как мерить, как смотреть в красной, вы в зоне, в зеленой зоне. Вот, вам большое спасибо за внимание, давайте сейчас вопросы. Наши контакты можно найти на сайте getcardman.net, там просто с любого телефона заходите, скачивайте наши визитные карточки или на e-mail. Все презентации будут доступны на сайте, так что фотографировать необязательно. Давайте обсуждение, секс обсуждения. Вопросы, я готов отдать свой микрофон. У меня тоже есть. Отлично. А, ты у Антона отжал. Но Антон не будет отвечать на вопросы, все, давайте. Давайте вопросы. Было очень интересно, спасибо. Мне вот именно интересно, так в итоге вы от того южного кода уже избавились за столько времени? То есть полностью? Отличный вопрос. Смотри, сразу же отвечу, полностью нет. Там было порядка двух-трех тысяч хранимых процедур. Ну, значит, соответственно, там фронт-энд, бэк-энд, база. Ну, где-то в течение... Ну, и e-mail сам был, самый взороопасный кусок, это был e-mail. Значит, за период где-то 5-6 месяцев мы e-mail полностью переписали. Но переписывали мы его, понятно, что не 5-6 месяцев сели переписываем, а вот таким вот постепенным рефакторингом полностью перевели это из хранимых процедур в логику C-sharp на .NET, которую покрыли тестами. Это у нас заняло 6 месяцев. А какие-то куски, допустим, управления пользователями, админка, где пользовалось несколько сотен несчастных пользователей было, и бизнес-истории по этому куску не прилетали, они вот так сейчас до сих пор и остались на старом коде на хранимках. То есть полностью нет, не избавились, но значительную часть, где-то там процентов, наверное, 60, мы переписали. Там происходит, естественно, эволюция. То есть тот код, который развивается, он и рефакторится. И этот код, он самый главный. И поэтому самый критичный функционал системы, он был постепенно переписан. Это вот там e-mail, это публикация, это там апрул и так далее. Авторизация. Оно все менялось, потому что оно развивалось. А то, что не менялось, оно и так работало, и оно осталось жить так же, как раньше. То есть у нас сейчас в системе есть как бы два дизайна. Старый такой, не очень красивый, и новый, который соответствует нашему представлению о хорошем коде. Добрый день, меня зовут Антон. У меня два вопроса. Первый, вам достается Legacy без тестов. Как вы его переписываете? Тест фест или... А ну его нафиг. Потом хот-фиксами поправим. Отличный вопрос. Тесты только для трусов. Смелые люди пишут. Ну, мы называем себя тест-инфицированными гражданами. И работать без тестов просто уже не можем, не знаем, как это делать. Это страшно, это непривычно. И это неправильно. В общем, первое, что мы делаем, это покрываем тестами. Причем, поначалу наша задача не написать распрекрасные тесты на Legacy Code. Наша задача просто обеспечить покрытие и зафиксировать его поведение в том виде, в каком оно сейчас живет. Поэтому тесты получаются страшные. Они получаются уродливые. Они требуют большой инициализации. Короче, они медленные и так далее. Они корявые. Но они есть. Это первое, с чего мы начинаем. Дальше, имея уже тесты, зная, как система себя ведет, зафиксировав ее, мы можем распиливать какие-то ответственности, выносить их, покрывать уже независимыми маленькими юнит-тестами и так далее. А тесты потом рефакторите? Да, потом рефакторим. Да, если это требуется. Если вот приходит требование на Legacy Code, которое надо поменять, мы смотрим, как хорошо, какой объем рефакторинга требуется. Отлично, огроменный, что дальше. Что мы можем делать в первую очередь, причем законченный какой-то результат, чтобы получить, и не развалить при этом всю систему? Ну, хорошо. Вот, можем его отрезать сверху от UI, отрезать снизу от сервисов всех и от базы данных, ввести туда интерфейсы, замокировать их и покрыть вот эту логику. Давайте это хотя бы сделаем вот в этой истории. Ладно, сделали. Ну и дальше посмотрим. Уже в следующей истории будем думать, что с этим дальше делать, как это дальше там реинженерить. Я добавлю только одно рефакторинг без тестов, это самоубийство просто. Это как вот с крыши дома прыгнуть в надежде, что у тебя крылья раскроются. Ну, не взлетишь. Тесты по кейсам или тесты полное подкрытие? Давай про тесты можем в куварах поговорить, просто у нас достаточно много материала там и по нотации, как их называть, как их разбивать, накоплено уже. Сначала тесты получаются интеграционными, сквозные через все слои, которые, по сути, да, воспроизводят какие-то сценарии пользователя. Спасибо за интересный квартирник. Меня зовут Павел. У меня вопрос вот такой. Ну, случаи жизни немного. Немного. Не сложно об этом вспоминать. Ну, вот пришел проект, не репозитория, не тестов, не документации. Вы вот затронули тему по тестам. Ну, понятно, что сразу же заводится на это все репозиторий, контроль версий. По документации расскажите, то есть, ну, вот, когда ее заводить, стоит ли, если плохая документация прошла. Вот этот вопрос тоже. На самом деле, отличный вопрос. Знаете три типа вопросов? Плохой вопрос, ответный, который я не знаю. Хороший вопрос, ответный, который я знаю, да, и прекрасный вопрос, ответный, который на следующем слайде. Вот, это хороший вопрос, поскольку у нас слайды закончились. С документацией. И вот сразу возникает встречный вопрос, у вас это требование какого-то внешнего заказчика предоставлять документацию, или вы ее генерируете внутри девелоперов просто потому, что вам так легче работать? Так легче. Ну, вот, мы с Антоном вообще не пишем документации, ну, наша команда. Мы сторонники того, что код должен быть самодокументируемым. И тесты, которые мы пишем в обильном количестве, это на самом деле исполняемая и компилируемая документация. С документацией есть такая беда, что она очень быстро устаревает, и очень мало кто любит ее лезть и править. И, знаете, да, как человека, когда на работу нового берешь, как правило, первое, что его отправляют, это читать документацию. А мы, когда человека берем на работу, мы первым делом его сажаем в пару и смотрим он тесты. Поэтому у нас роль документации заменяют тесты исполняемые. Поскольку они всегда up-to-date, у вас просто проект не соберется, если тесты какие-то там будут, ну, не up-to-date. И единственный раз, когда мы писали документацию, это когда мы делали внешний сервис, внешний WCF сервис, там, в принципе, вот это требование было уже внешней стороны, что нам нужно было делать какую-то документацию. Но мы поступали вообще интересным образом, чтобы проверить, насколько наш код хорош. Мы брали просто девелоперы из соседней команды, сажали его, сказали, вот тебе наш этот внешний API, попробуй КТ опубликовать контракт. И он садился где-то буквально там за 10-15 минут, что-то там публиковал, вплоть до названия параметров метода, названия самих методов, да, там, publish contract, который принимает контракт. У контракта есть там, не знаю, effective date и что-то еще. И, в общем-то, какие-то там, пару итераций мы так сделали, какие-то огрехи поправили, и вот в результате поняли, что документацию мы, конечно, сгенерировали, но вряд ли ее кто-то будет читать и пользоваться, а вот кодом пользоваться самодокументируемым куда приятнее. Поэтому вот. Я еще добавлю, есть такая вещь, называется definition of done. Сейчас, минуточку. Значит, когда мы определяем четкие критерии, когда мы считаем фичу законченной, вот есть фича, она пришла от кастомера, мы там закончили ее кодировать, но это не все, фича еще не готова, потому что для того, чтобы она была готова, должно произойти, ну, еще несколько там вещей. Первое, код должен быть, должен соответствовать нашему представлению о хорошем коде, да, его должен кто-то проревьюить и сказать, да, все. Второе, он должен быть покрыт тестами. Третье, он должен быть проверен не на лаптопе разработчика, а на каком-то живом инвайроменте. Четвертое, если к этому коду требуется документация, она должна быть готова полностью в том объеме, в котором эта фича на сегодняшний момент готова. То есть вы не откладывали документацию на потом, на конец релиза, да, а писали ее вместе с кодом. Так ее легче поддерживать и, в общем, так у вас продукт получается всегда в состоянии близком готовности. То есть вы решили его там зарелизить, нет проблем, все готово, отдали заказчику. Вот, в общем, мы вот так поступали. Константин, у меня вот по поводу документации, самодокументированный код такой комментарий, что тесты являются документацией. Это как бы, ну, в простых случаях это может быть так. То есть, да, все красиво, но тесты рассказывают там, что делается, а документация должна рассказывать, почему это делается. И тесты такие, они обычно не отвечают на этот вопрос, и это очень большая проблема, что человек заходит и говорит, ааа, what the fuck. У нас есть целый воркшоп, восьмичасовой, на котором мы учим, как писать тесты таким образом, чтобы они документировали систему как раз. Начинаем с именования. Если вы дадите тесту хорошее имя, он уже будет описывать сценарий, ну, какой-то, давай, контекст, да, контекст исполнения. И вы уже по названию теста будете понимать, что происходит, почему он там ходит или почему он падает, почему он должен ходить. Вот, потом на одну строчку кода, как правило, у вас ведь не один тест. Вы одну и ту же строчку будете тестировать с разных сторон, там, с граничными словами, с негативными словами, на exception проверить, и так, и сяк, то есть это тоже документация. А что будет, если я вызову этот метод с такими-то набором параметров, а что, если так? И тесты таким образом поясняют, как можно и как нельзя использовать ваш код. И это лучше, чем документация, потому что, ну, этот тип документации, исполняемая документация никогда не устаревает. Если вы, ну, хорошо умеете писать код, как вот Боб Мартин завещал, да, в книжке Clean Code, и так же хорошо пишете тесты, ну, вот просто из своего опыта, даже на сложных системах документация не нужна. Плюс, ну, этого недостаточно, плюс еще общение нужно внутри команды, потому что все равно новый человек, прочитав там код и прочитав тесты, ну, не разберется сразу. То есть мы вот, например, используем парное программирование и сидим там вместе друг с другом в одной, в общем, в одном помещении часто общаемся. Это помогает избежать, ну, вот такой технической документации, хотя она все равно есть. То есть если там мы понимаем, что нам нужна диаграмма какая-то, которая объясняет поведение нашей системы, мы ее делаем. Но только вот, ну, мы не делаем диаграмму там всех классов в системе, да, мы делаем диаграмму именно вот там каких-то ключевых областей, вокруг которых часто возникает обсуждение, просто чтобы там сто раз не рисовать одно и то же на доске. А, небольшой вопрос, это применимость на каком масштабе времени и каких команд? То есть если, допустим, сменилось там 10 человек на протяжении 5 лет? Да, я сейчас расскажу. Вот один из проектов, который мы делали, у нас там дизастер тоже такой произошел в команде, когда, в общем, две трети команды ушло. И после этого, а проект остался, и нам надо было развивать проект, на который мы закоммитились, там, длительностью примерно 2 года, а осталось 4 человека из 10, в общем, грубо говоря. И мы в течение 8 месяцев постоянно набирали народ. Ну, где-то каждый месяц набирали по одному новому человеку, и команда росла, росла, причем одни люди там иногда уходили, других набирали. То есть мы где-то набрали 12 человек за год, постоянно включая новых игроков в команду, и они довольно быстро за 2-3 месяца у нас, ну, дорастали до уровня, когда им можно было дать любую задачу, в принципе, и посадить любым человеком. Вот, так что это работает. Но мы никогда не работали на очень крупных проектах, в которых, там, не знаю, 100-200 человек задействовано. Такого, ну, не было. Максимум у нас-то было, ну, где-то 12 человек команда. Вот, по длительности, ну, по-разному, там, от 3 месяцев до 2-3 лет. Где-то так. Вот тут Денис сказал, молодой человек все хочет задать вопрос, а мы никак ему не даем. Давайте. Ребята, спасибо за доклад. Такой вопрос. Как насчет переходов на новые версии фреймворков, SDK, application серверов, там, где BigBank неизбежен, может, у вас есть какой-то опыт? Как это продавить менеджмент? У нас есть и положительный, и отрицательный опыт. Значит, отрицательный опыт сначала начну. Сначала попробовали перейти, там, с entity-фреймворка на хибернейд, просто, ну, просто потому, что, не знаю, он круче, нам так захотелось. Перешли, потом очень сильно огребли, потом возвращались обратно. Вот это был такой негативный опыт. Когда нас никто не ограничивал, мы, в общем-то, сами приняли это решение. Второй пример связан с потребностью бизнеса, с теми же e-mail'ами, когда мы там просто на новую, значит, версию клиента переходили, который отправляет письма. Ну, там было проще, потому что там бизнес понимал, мы смогли, ну, понимаете, бизнес такие же люди, да, им просто нужно объяснять их же языком, сказать, что если мы перейдем на новый фреймворк, то, значит, мы получим вот это, это и вот это. Если мы не перейдем, то мы, значит, живем на, там, мини замедленного действия, мы не получим это, 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 и где-то там, возможно, через полгода поддержка прекратится, и мы, там, взорвемся просто на этой бомбе. То есть нужно просто, там, с ними, их же языком объяснять им плюсы, там, минусы. Вот. У тебя есть что добавить? Ну, есть еще концепция параллельного дизайна, то есть мы вертикально систему резали, и какие-то куски системы независимо переводили на новые фреймворки. Вот. Такой, ну, есть, естественно, там, и минусы такого подхода, вам приходится два параллельных дизайна поддерживать, но, когда вы работаете в интерпрайзе, и у вас долгоживущая система, это, наверное, единственный способ, который я вижу, как можно ее рефакторить. Вообще есть, ну, хорошая фраза, что умение разбивать рефакторинг на маленькие шаги, это, в общем-то, единственный способ рефакторить большие системы. Вот. И вот такое вертикальное разделение, это один из способов. То есть берете, например, новый экран, если это абсолютно новый экран и, там, абсолютно новый функционал, пишите его вот просто сбоку на том, там, новом фреймворке, которым вы хотите. Постепенно будете на него переходить. Когда он, ну, вот у вас образуется, оформится этот дизайн, он начнет притягивать к себе элементы из старого. То есть вы будете уже каждый раз думать, когда у вас есть, ну, есть желание отрефакторить старый код, вы будете думать, а что лучше, его там отрефакторить или его переписать вот в этой новой системе. Постепенно он будет как магнит к себе вот притягивать. И у нас так вот и происходило, на самом деле, с этими имейлами. Но, с другой стороны, мы для себя поняли, что экспериментировать с новыми фреймворками на живых проектах нельзя. Вот просто забудьте, да, об этом. Нельзя этого делать. Ну, мы вам так советуем. Если вы хотите что-то попробовать, вот, что вы раньше не пробовали никогда, в общем, используйте какие-то безопасные проекты, какие-то там, не знаю, игрушки, какие-то поделки, свободное время, ну, в общем, там, где вот импакт, то есть разрушение будет минимальный, если вы вдруг облажаетесь, вот. И мы это тоже для себя вывели. У нас, ну, есть возможность, слава богу, там, играться с какими-то маленькими проектами в свободное время. И мы новые технологии обкатываем на них, потом уже применяем в боевых. Что-то у меня есть такой вопрос. Ну, то есть, вот вы презентовали некую такую success story, да, чтобы по-разному пытались взглянуть на проблему с точки зрения пэклога, с точки зрения бизнес-стории, поступали и там с разных сторон работаешь в фейсбуке с капитализацией в 50 миллиардов, то там найдется ресурсы и на research and development, и на новые проекты, новые области. А когда, как бы, все плохо, то оно и будет плохо, как ни не крути. То есть, что-то, что-то у вас менялось, когда у вас последний этап вот так все поперло? Ну, я уже говорил, вы как девелоперы ответственны за качество кода. А еще ты, по-каку, я ответил, да, и за всех за код, и за кодом пойду на славу. Ага, на самом деле не сильно поменялось. Я вот сейчас прокручиваю эту ситуацию. То есть, продуктовно расстался тот же, давление с бизнеса осталось такое же. Плюс еще было отягчающее обстоятельство, это факт недоверия. То есть, после отправки этих 600 e-mail реально было, ну, реально были, значит, ревью сессии, где каждое твое изменение, которое уходит в продакшн, ревьюилось там 10 менеджерами, налетали все как вороны и смотрели, а что вот эта строчка кода делает, а что вот это вот делает. То есть, был, ну, такой вот реально прессинг. Люди у нас были демотивированы, потому что, ну, представьте, вы написали, да, вы вас наняли за определенную компетенцию, а тут еще менеджеры какие-то, которые там 10 лет назад на Каболе программировали где-то что-то, когда-то слышали про программирование, начинают вам тут говорить, а что у вас тут такое. Ну, сильный фактор. Вот. Но и поначалу было реально очень сложно продавать технические истории, поначалу не продавались. Поменялось, да, со временем появилось доверие, потому что когда мы доказали, что если мы делаем так, технический долг постепенно гасим, плюс у нас бизнес, ну, пусть у нас будет бизнес-функционал, да, немножко меньше, но это дает нам больше стабильности, и мы реально увидели, что у нас последние там 3-4 релиза, количество критических багов, ну, ноль просто, которые с продакшена прилетели, раньше было там 2-3, то, соответственно, оно появляется, это доверие. Тут с доверием очень важная такая штука, то есть его потерять можно моментально, там, отправив один раз энное количество имейлов, просто в момент, а зарабатывали мы его довольно долго, ну, и где-то вот через год, наверное, даже оно появилось, ну, то есть обстоятельства вот эти вот стали меняться, да, стало проще продавать эти истории, просто потому что к нам доверие появилось. Сначала было очень сложно. Ну, опять же, повторюсь, то есть, ну, вопрос такой, вам, как бизнесу, важно знать реальную скорость, с которой двигается команда, или вам нужны красивые циферки на графике, которые говорят, какие мы тут все офигенные, да, но под ними на самом деле ничего не скрывается, то есть, если там люди говорят неделю, а делают на самом деле три недели, тут о доверии никаком говорить не приходится. А если люди говорят, что это займет три недели, и реально укладываются в эти три недели и делают, а потом количество багов уменьшается, то тут уже понятно же, цифры говорят сами за себя. Поэтому вот так, подытожив, оно, появляется доверие, и эти вещи становятся делать проще. А у вас разве не спрашивают, сколько там по времени займет разработка той или иной фичи? У нас, я вообще не работаю, но не могу не представлять. У Intel разный. У нас много чего спрашивают, но сейчас обстоятельства такие, что надо очень просто работать, надо по там, постоянно. Но при этом, ты же тоже понимаешь, что инвестируя в технический долг, ты помогаешь кастомеру. Но это как с детьми, понимаешь? Вот дети хотят есть только шоколад и конфеты, а родители знают, что им надо есть борщ и кашу, например, витамины. Заказчики, они как дети, шоколад только, они хотят только получать бизнес-вэлю и все. И они думают, что если они вначале выиграли на этой кривой, если у них вначале скорость была большая в проекте, то она такой же останется всегда. Но это не так. Чем больше технический долг накапливается, тем больше эта кривая замедляется, и пока она вообще не становится плоской. Поэтому вы, защищая технический долг, действуете в интересах бизнеса. Ну, вы же это сами знаете. Вы знаете, что вы в будущем будете двигаться с более равномерной скоростью. Так почему бы не защищать их интересы вместе с ними? Ну, просто да, это надо уметь объяснять, конечно. То есть нужно говорить, ребят, ну, дайте им опцию. Мы можем сейчас сделать быстро и наговнокодить, но чтобы это исправить, нам потом, вот сейчас мы сэкономили день, а потом нам понадобится две недели, чтобы разобраться в этом и покрыть тестами, например. Вы согласны на это? Если не сказали, да, согласны, значит, надо там за язык ловить и говорить, ну, давайте нам теперь две недели, как-то так. Обещание выполнять надо. Вот вопрос с той плензала был. Добрый день, большое спасибо за большое количество информации. Вопрос, собственно говоря, больше в отношении к тем же смене фреймворка и прочего. Столкнулся с такой ситуацией, что разгребая технический долг, начал наталкиваться на определенные баги в том же дотнете, в четвертом его тоже люди пишут, там тоже есть косяки. Вот. И понятное дело, что Microsoft выпускает обновления, но менеджеры настаивают на том, что все должно работать на вообще на голом дотнете, который идет вот в начальной поставке и никаких обновлений, ни в коем случае. Каким образом вот в данном случае имеет смысл? Может быть, пообщаться с менеджерами или еще что-то? Вот, собственно говоря, вопрос такой. Спасибо. Ну, почему-то у нас не возникала такой проблемы, но я попытаюсь ответить. Значит, дайте им опции. Просто скажите, окей, давайте, мы не апгрейдимся, тогда что нам надо делать? То есть нам придется эти костыли закрывать как-то самим. Правильно? Есть вещи просто, которые не закрываются, когда в абсолютно произвольном порядке начинает падать гарбич-коллектор внутри. Просто. И это никоим образом не контролируется. Просто приложение может отработать, не знаю, трое суток, без остановки, нормально. Но вы это можете подтвердить нагрузочным тестом каким-то? Оно не повторяется. Оно воспроизводится раз в две, в три недели. И как бы реально даже при заходе на тот же Microsoft, там абсолютно спокойно говорят, что обновите все. Поставьте себя на место бизнеса. Окей, да, есть какая-то проблема. Как часто она воспроизводится? Там, допустим, один раз там из десяти тысяч. Какой будет эффект от ее, ну, от этой баги? То есть кто от этого пострадает? Там, данные закарабтятся? Или просто пользователю придется, я не знаю, там, приложение заново открыть или страницу зарефрешить? Окей. То есть, ну, надо взвешивать риски вот этого решения. Если оно может быть, ну, может быть, оно действительно того не стоит, потому что введение нового фреймворка или там обновления – это тоже риск. Вот. Если у вас сейчас ситуация такая, что вы можете это терпеть, ну, и терпите дальше. Но если вы докажете, что это реально проблема сейчас, и она там… Лучше всего, если вы это в деньгах выразите, вы скажете, вот ваши… Вы теряете столько-то пользователей, или там пользователи теряют столько-то часов из-за того, что им приходится перегружать, да, например, тул. Вот. Такие вещи они понимают, что ага, если мы проапгрейдимся, мы сможем избежать каких-то потерь. Вот. И на этом уже можно строить. Ну, короче, не надо им пытаться продать техническое решение, его надо продавать в виде вот бизнес какого-то решения, бизнес термин. Раз у меня микрофон, это я дал. Добавлю еще. У нас была забавная ситуация на одном из тренингов. Менеджер запрещал for each использовать в дотнете. Ну, вообще просто, говорит, нельзя использовать. Там код-ревью не пройдет ни за что. Просто потому, что вот если придет C++ программист, где там нет for each, то он не сможет этот код понимать. Ну, и, в общем-то, мы... В общем, мы дальше... Дальше мы стали докапываться. Вот метод пяти почему, знаете, да, пять раз задать почему, там, зачем, и докопаться до истинной причины. И, в общем-то, причин на самом деле не было. И там на третьем этапе мы просто задали вопрос, а как часто к вам на позицию дотнет-девелопер приходят бывшие C++ программисты? И когда ответ был ноль, в общем-то, понятно, что проблемы там часто бывают надуманные. Я к чему? Вот, возможно, стоит понять страхи и опасения бизнеса. А почему? Вот и спросить, почему вы не хотите, чтобы мы апгрейдились? Вот нам это даст то-то-то. Ну, опять же, как Антон говорил, а почему вы не хотите? Какие ваши доказательства? Какие ваши аргументы? Вот. Еще один вопрос про тесты. Вот скажите, со старыми проектами все понятно, а когда вы новый проект начинаете, вы его через тесты разрабатываете или сначала разработка идет, а потом уже написание тестов? Стыдно признаться, но мы используем тест-древен-девелопмент. Мы очень боимся, что сейчас нас закидают помидорами, побьют битами, вот, но Антон минут сейчас на 15 может рассказать коротко про тест-древен-девелопмент. Помните, он говорил, да, что мы тест-инфицированные? Мы вообще, в принципе, ну, не мыслим написания нового кода без тестов. А еще у нас есть такие вредители в команде, которые любят периодически строки кода комментировать и смотреть, какие тесты падают. И если ни один тест не упал, то, в общем-то, вы догадываетесь, что с этим строками кода происходит. Этот код не нужен. Ну, правда, у нас такое правило, ну, тест-ноу-код. Если есть код, который можно закомментировать, тест не упадут, значит, это какой-то неправильный старый код, который просто забыли удалить. Но мы отдельно там можем проговорить про архитектуру, как мы ее строим. Мы всю логику из UI выносим там во Vue модели куда-то в слой презентационной логики. В UI там только... Ну, UI занимается только тем, чем он должен заниматься, отображением данных. Там никакой логики нет. Вот мы строим так архитектуру. И вот эта вот часть, которая предельно тупая, которая фактически только биндит данные откуда-то с презентейшн на какие-то лейблы, тексты, там, кнопки и так далее, команды, мы ее не тестируем. И, ну, есть несколько уровней тестирования, начиная от юнит-тестов, которые покрывают, ну, каждый отдельный юнит изоляции, да. Затем у нас есть, вот тут на одном из докладов называли какими-то полуинтеграционными тестами, да. То есть тесты, которые покрывают несколько слоев, но при этом не работают ни с UI, ни с низкоуровневыми сервисами, типа файловой системы или базы данных, или там внешних каких-то систем. То есть это все отрезается, но целиком система тестируется, что все в ней вместе связано. Вот. Мы, в принципе, уже довольно большой опыт в этом умеем, причем тесты пишем с использованием DSL, домен-специфик лэнгвича, так что их может понимать даже не технический человек, иногда мы прямо тесты ревьюем с нашими заказчиками, они смотрят и там говорят, вот здесь там ожидается неправильное что-то поведение. Вот. Это очень круто на самом деле. Иногда просто грамматику английскую правят. У нас был случай, аналитик пару из Англии садился с нами, а вот здесь мы не так говорим, мы не так. И, в общем-то, человек далекий от программирования, он понимал эти тесты. Ну, опять же, мы можем на флипчарт, там я знаю, есть флипчарт, за стеной можно пообщаться, коротко можем сказать про именование и вот про DSL, если кому интересно. У нас есть на эту тему тренинг, тоже, про юнитестирование, про тест-driven development есть тренинг 8-часовой. Так что, если интересно, то вот контакт у нас есть, обращайтесь, заказывайте, мы к вам приедем, прямо в компанию прочитаем. Первый, по поводу тренингов, они онлайн есть, или это обязательно надо с выездом заказать? Мы работаем над, ну, вот сейчас делаем онлайн-тренинги, то есть, я думаю, сейчас пока ничего нет, но они у нас появятся. И второй момент, а как вы боретесь с субъективизмом разработчиков? Ну, то есть, с определенного момента, там, практически у любого разработчика, там, у многих, по крайней мере, есть такой синдром, что вот говнокод – это любой код, который написал не я. И они начинают рефакторить то, что на самом деле рефакторить, то, может, и не стоит. Да. Как вы, собственно, на это смотрите? Знаете, что первым делом делает любой разработчик, который получил какой-то legacy-код, когда проект только открывает? Что он говорит? Не-не, он кого-то открывает, и первая реакция, вот он открыл, увидел. Да, какой это написал? Вообще, я не видел ни одного разработчика, которому бы нравился чужой код. А код, кстати, смотрите, код еще такое делает, это скоропортивающийся продукт. Вот возьмите, напишите какой-нибудь, не знаю, классец, положите его на полку, и через полгода к нему вернитесь. И вот прочувствуйте свои эмоции, вот как раз, как вы сказали, такое же примерно будет. То есть код, он имеет тенденцию такую загнивать, портится очень быстро, потому что вы растете ваши знания, растут, да, фреймворки новые появляются, какие-то новые тренды в архитектуре появляются, ну и почему-то понятно почему. У нас есть в команде приняты просто стандарты кодирования. Ну вот просто приняты, мы собрались на одну из наших встреч, ну и за полчаса буквально приняли, что мы вот, ну, пишем так. И что простым голосованием, простым большинством голосов приняли, что мы делаем так. Мы так расставляем скобки, мы так ставим пробелы, мы так обрамляем ифы, там, не знаю, все ифы мы там делаем, каждую, даже если он из одного оператора состоит, мы его все равно в скобки делаем, ну вот такие вот вещи. И пользуемся ReSharper очень активно, но все сейчас современные среды разработки позволяют это сделать просто автоматически, автоформатирование, когда ты закончил с классом работать, ты его автоматически форматируешь, он все это делает. Вот, и, соответственно, все эти настройки лежат под Source Control, достаточно загрузить у нас там свой компьютер, лэптоп, и ты фактически получаешь те же стандарты, что всей команды приняты. Ну, это приводит к тому вот такие стандарты, что весь код выглядит так, как будто если бы его писал один человек. Ну, в общем, стиль один и тот же выдержан. Это первый момент. Второй момент – работа в паре. Она очень здорово помогает передавать знания и придумывать, ну, какой-то более хороший дизайн. Потому что, когда ты работаешь в паре, ты всегда обсуждаешь со своим напарником, что ты хочешь сделать, прежде чем что-то написать. Иногда это обсуждение начинает затрагивать соседних людей, и люди просто, ну, когда они работают над реально каким-то сложным куском, они могут просто там подойти к доске, начать что-то рисовать, или на бумажках что-то начинают рисовать. То есть вместе придумывают решение. То есть, ну, никто… Ну, на самом деле доказано, что коллектив способен придумывать решение лучше, чем, ну, самый умный член этого коллектива, понимаете? И поэтому, даже если у вас есть там какой-то, не знаю, архитектор, лучше, чтобы он находился внутри команды и постоянно вот своими знаниями делился с разработчиками, с окружающим. Вот, ну, у нас так вот, например, процесс устроен. Тогда меньше возникает проблем, потому что прежде чем что-то делать, мы это обсудили, договорились, вот. И потом есть еще одно правило. Ну, не нравится тебе код, а 3-фактор его, как бы, нет проблем. Если мы видим, что они на тот же код зад-вперед рефакторятся туда-сюда, да, по 2-3 раза, ну, значит, просто этим двум ребятам надо просто вместе договориться, может быть, сесть в пару и вместе там прийти к какому-то единому решению. Хотя бывают такие ребят, с которыми почти невозможно договориться. Нет, дело не в том, что делать с ребятами, тут просто вот неоднократно вы все время говорите, как бы типа вывода получается, что решение технического долга, его устранение, это вопрос даже не технический, а просто коммуникативный. То есть доказать заказчику, что тебе нужно на это время, иначе ничего не получится, доказать соседу по парте, грубо говоря, с которым ты кодишь, что это надо отрефакторить. А как это будет делаться? Это уже вопрос просто второй. Книжки все эти умные, я не знаю, там может Дэл Карнеги на самом деле главные, а не вот эти вот ребята, которые там пишут про то, как надо рефакторить, как этот код решать. То есть всегда вопрос упирается просто в то, как с людьми общаешься. Если умеешь, доказать можно кому-то ничего. Это самое сложное, потому что техника описана, как рефакторить, понятно, паттерны известны, а проблема в том, что на это время не выделяется. Ну, мы как технари думаем, на это нам не дают времени, да? А на самом деле... Технар убедить должен, что надо дать время. Вот, а как убедить? Вот разные способы убеждения мы попробовали, да? Технические истории, там, технические релизы. Да, тут, ну, важный вопрос доверия и важный вопрос, как поддержка внутри команды должна быть. То есть... Ну, да, мы в команде все понимаем, да, примерно одинаково мыслим, что технически долго давать надо. Если другой кто-то сможет сделать, ну, пожалуйста, пусть сделает. Да, еще оценки не надо давать оптимистичные, потому что можно говорить, да, вот у нас там есть сеньорный человек, он это сделает там за два часа, но он не может все делать, да, в вашей системе. Надо ориентироваться на средний уровень. А у нас, кстати, такое было, когда наши южные коллеги, им просто спускали стройки сверху, говорят, за три дня успеете, а у них так менталитет устроен, что они не могут сказать, нет, не кидал, успеем. И, в общем-то, проходит не три дня, а там, а восемь, они ничего не успели, но, в общем-то, изначально бизнес отдал приоритет им. Вот это, кстати, там было одно из решений, почему проект там из юга переехал к нам, более на север. Вот у меня такой вопрос. Вы когда рассказывали о том, как принимаете решение, что вот там сели коллегиально, там накидали веса, там тут надо 20% включить, тут не надо включить, тут 80%. Собственно, а кто, ну, понятно, что огребает от заказчика один человек, наверное, кто с ним общается. Ну, маловероятно, что заказчику говорят, вот, поговори с Петей, он у нас за это отвечает, а теперь с Васей он за другой отвечает. Огребает от заказчика, скорее всего, один человек. Вот. Собственно, вот у меня сомнение, что решения все-таки в вашем коллективе принимаются коллегиально. Скорее всего, там, какой-то там, не знаю, серый кардинал или диктатор говорит, все, Вася, кончай гундеть, мы тебе вставляем рефакторинг 10% или там 20%, или ты остаешься без рефакторинга. Вот есть у вас такой человек или там два человека, кто принимает решение реально? Кто вставляет другим людям в вашем коллективе? Перефразирую вопрос. Когда мы что-то говорим, мы не врём, да? Если вот мы говорим, оно так и есть. И нет серого кардинала, который говорит, ты обязан, там, не знаю, включить рефакторинг. Это действительно происходит коллегиально. Но это требует доверия, и это требует, чтобы команда сработалась. Происходит это так. Значит, у нас есть митинг, на котором мы планируем нашу работу на ближайшее время, там, на две недели, например. Собрались, ага, вот такие требования надо сделать. Хорошо, давайте дадим оценку технической сложности каждого требования. И в эту оценку включим всё. И рефакторинг, и написание тестов, и усилия по тестированию, и перформанс-тестирование. В общем, всё, всё, что нужно. И документацию. Вот. И здесь мы начинаем обсуждение. Окей, вот у нас есть бизнес-требования, что надо для них сделать, какие там таски надо для этого сделать. Хорошо, какой рефакторинг мы хотим сюда включить? Вот такой-то. Но это слишком много, потому что история там, бизнес-история очень простая. Если мы сюда натолкаем рефакторинг на две недели, нас просто не поймут. Ну, мы доверие потеряем. Давайте подумаем, как мы можем себя урезать, что из этого мы можем сделать, так, чтобы и девелоперы были довольны, потому что код улучшается со временем, да, и бизнес там, ну, замедлился, но не сильно. Договариваемся, записываем это прямо вот, ну, для себя там, в описании этих требований, что мы договорились включать, а что не включать. И, ну, всё, и дальше идём работаем. На самом... Как он поддерживается репозитарию того, что должно отрефакториться? То есть я понимаю, что вот когда вы коллегиально решаете, у вас не так, чтобы там, Петя сказал, во, а мы, вот надо вот это отрефакторить. У вас, наверное, есть какой-то бэклог того, что гниёт, то, что надо поменять, там, и так далее, отрефакторить. Да, есть, действительно, там, колоночка такая, acceptance criteria, мы там, TFS-ом долгое время пользовались, вот мы туда прям впечатывали во время планининга, был специальный человек, который минусы вёл, и вот он прям говорил, что, значит, в этой истории мы помимо этого делаем ещё это, это и вот это, здесь рефакторим. Вопрос, есть ли у нас технический бэклог? Технического бэклога нет. Мы прям в acceptance criteria для истории пишем, ну, прям вот в бизнес истории пишем, что в notes там. Тут тоже принцип минимализма, то есть, если что-то болит, мы об этом помним, ну, и, а если что-то не болит, не надо это записывать куда-то, потому что, ну, если не помнишь, значит, оно и не важно. Система может быть настолько сложна, что, допустим, один человек, который здесь, он может про это узнать, он не про это. Вот, поэтому в обсуждении участвуют все, именно поэтому, когда мы даём оценку, все абсолютно в этом участвуют, это раз. Потом иногда мы, например, не знаем вообще, какой там объём технического долга, и тогда до вот этого планирования мы прямо берём человека и говорим, вот иди, пожалуйста, покопайся там, разберись, попробуй тесты написать, даём тебе на это там 4 часа, жёстко ограничиваем по времени, для того, чтобы ты поисследовал и потом дал нам, ну, помог нам оценить сложность рефакторинга в этой области. Вот, такое тоже работает. Но, да, к этому надо заранее готовиться, то есть до вот этого планирования, там где-то за неделю мы собираемся и смотрим, какие там области требуют дополнительного исследования. Скажем так, в догонку к этому вопросу, вот вы упомянули, что, а если есть один человек, который, скажем так, всё помнит, да, что вот всё знает и этот человек фактически является единственным, кто знает всё. Это получается принцип, как там его, не помню, single responsive person. Да, то есть случись, что с этим человеком, вы теряете кучу информации. Это как бы, как обруливать. То есть по-хорошему иметь, конечно, несколько таких человек или иметь, опять же, бэклог в виде документов, это где-то. Ну тут смотри, на самом деле уже давно всё придумано, лекарство парное программирование называется. У меня в проекте несколько лет назад были такие люди, допустим, огромная там часть системы была написана на JavaScript, там, frontend, и был единственный человек, разработчик, который остался из тех, кто изначально это писал. Там были какие-то колоссальные классы по несколько там тысяч строк кода, какой-нибудь main page JS, там на несколько там 3000 строк JavaScript-ового кода и вот как оно всё работает, разбирался только он один. Ну вот способ единственного, ну а потом он, кстати, уволился через там несколько месяцев, просто видимо не выдержал бремени поддержки всего этого. Ну вот парное программирование самое эффективное, то есть ты садишься за задачу, берёшь задачу, берёшь его в пару и говоришь, ну давай вот рассказывай, объясняй мне, как тут, что всё устроено. и оно вот постепенно начинает выравниваться, но не сразу понятно. Я думаю, что бэклог не спасёт в этом случае, вот точно, потому что, ну тоже из там, с психологией известно, когда мы передаём информацию, то часть информации теряется, и когда мы говорим просто друг с другом, часть информации теряется, поэтому мы требуем там обратных сигналов, что ты меня понял, чтобы ты там кивнул, да, или чтобы ты пересказал то, что я тебе сказал. А когда ты пишешь, то теряется там 50% информации, может быть даже больше, потому что у тебя в голове есть образ, у тебя есть мысль, тебе надо первое оформить слово, второе написать это слово, оформить его в предложение. Это очень большая потеря информации. А потом, когда другой человек теряет, читает этот текст, опять происходит потеря. Он у себя в голове воссоздает ту идею, которая была у написавшего, но она совсем другая. И чем больше таких шагов, тем, в общем, больше потеря информации. Ну, сломанный телефон, да, знаете все эту игру. Поэтому, ну, самый короткий способ это разговаривать, общаться, да, работать просто с этим человеком в паре, ну, как вот мы делаем. И, ну, чтобы он просто постоянно объяснял, делился своими знаниями. Тут может возникнуть проблема, что он не хочет делиться своими знаниями. Потому что, например, ему платят именно за то, что он обладает этими знаниями. Я помню еще, когда я на железной дороге работал, там у нас был человек, который знал ассемблер ЕС там, ну, этих шкафов, знаете, да? Вот. ЕС какие-то там, я не помню, 470-е что ли. Ну, короче, АСОУП там была система такая написана. И он был единственным во всем вычислительном центре, кто знал этот ассемблер. Ему было лет 60, наверное, или 65. Вот. Он никому не рассказывал ничего про то, как он там что делал. Почему? Почетный программист 80-го уровня. Если он кому-то что-то расскажет, его тут же отправят на пенсию. Ну, да. Бывают такие клинические случаи. Друзья, у нас совсем не осталось времени. Последний вопрос, и все. Спасибо за доклад. Меня зовут Роман. Знаете, понравился очень метод ваш, да? Единственное, что хотелось бы понять. Вот приехал проект, да? Вы его принимаете. Уже заложено какое-то время у вас, да? На ознакомлении с ним, да? И именно на поиск вот этих проблемных мест потенциальных. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы говорите, мы проранжировали там с единички до пятерки. Есть какой-то принцип, может быть, там, количественный, да, который позволяет понять, где проблема там серьезная и срочная, да? А какую можно отложить? То есть вы еще там не зарыли сюда, но вот предварительно. Ну, давайте на первый вопрос я отвечу. Значит, и да, и нет. Когда-то есть время, когда-то нет. Когда-то есть вот этот период транзишна, там, несколько недель, когда тебе другая сторона передает продукт и все объясняет, и как бы в верхнем уровне знакомишься. А когда-то просто тебе сваливается, вот, на, делай. И тогда такого времени нет. То есть тут зависит от проекта на самом деле. Ну, если времени нет, тогда вот Антон уже сказал, перед планированием кто-то там, один человек или пара просто садится в этот кусок, смотрит, как там все это сделано. Давай на второй вопрос. А у нас транзишн был, и мы, в общем-то, ну, вместе с индусами сидели. Блин, проболтался. Упс. Черт. У тебя есть 30 секунд. Мы с ними сидели, и прямо они показывали нам код, а мы такие помечали. И так чесали себе бороду и говорили, ага, ясно, тут говнокод. А второй вопрос, я забыл. Техника ранжирования есть ли какая-то? Ну, ранжировали мы, ну, вот, по той шкале, как я вот описал, от 1 до 5, попросили девелоперов, ребят, вот давайте разобьем систему на функциональные области и каждую область оценим. Если мы не можем оценить, мы так и говорим, мы не можем оценить. И выделяем время на то, чтобы поисследовать эту область. Собираемся через какое-то время, там, через неделю, заново даем оценку, ну, потому что мы пропустили. И ревьюем. Вот. Это может занять, там, пару сессий или три сессии. Вот. После этого, получив эти оценки, мы приходим, ну, мы как делали в тот раз? Мы находились, вот, в начале этого пути пытались им продать вот эти технические истории, технические релизы. Мы к ним пришли и сказали, мы думаем, что надо вот инвестировать в рефакторинг вот этой области. Дайте нам на это, там, два месяца. Они сказали, фиг вам они два месяца, естественно. Ну, и дальше все вот поехало так, как мы рассказывали. То есть, мы просто для себя определили, ну, где наибольшие риски в системе и, следовательно, где мы должны больше фокусироваться на рефакторинг, когда приходит бизнес истории из этой области. Вот. Если мы знаем, что проблемная область у нас там с e-mail'ами, значит, любая история по e-mail'ам, мы обязаны просто сами для себя отдаем себе обещание включать туда рефакторинг. Причем побольше. Ну, так много, как мы можем себе позволить. Ну, а если область там неважная и в ней технический долг меньше, то и как бы... Вот еще, смотрите, техника на самом деле просто вот девелопер как бы смотрит, нравится ему, не нравится, или где-то она посередине. И каждый, ну, там, наверное, поняли, да? То есть, каждый сначала один на один оценивает по этому чек-листу, а потом просто агрегированная оценка собирается. Вот. Ну, и за счет того, если я где-то что-то не знаю, я могу там поставить знак вопроса там или могу какую-то цифру поставить там. Да. Все, друзья, спасибо. Благодарим Антона и Дмитрия. Спасибо большое. Спасибо.